Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом использования автофикча. Автофикча это такая полезная штука, инструмент, нугит пакет, который позволяет создавать объекты для юнит-тестирования. Хотя надо сказать, что есть некоторые варианты использования автофикча и в других контекстах. 100% это делалось для юнит-тестирования. Мы поговорим про то, какие объекты для тестирования бывают, так называемые тест-даблс. И я покажу на конкретном примере, как это использовать и фишечки, которые автофикча дает разработчику. Хочу также напомнить, что подписаться, уведомления, колокольчик, zen, rutube, вконтакте. В общем, это как можно найти, как получать информацию про новые видео. В общем, вы все про это прекрасно знаете. Давайте переключимся на первый слайд. И собственно, что такое автофикча? Автофикча это такая специальная библиотека, нугит пакет, если хотите, который, по большому счету, позволяет писать фейковые объекты, которые можно использовать на юнит-тестировании. То есть, при написании юнит-тестов, вот эти вот объекты, которые создаются при помощи этой библиотеки, они имеют некоторые особенности. Во-первых, они создаются достаточно легко, во-вторых, это очень сильно масштабируется и управляемость большая по части создания самих этих свойств. Есть автоматические, более того, они интегрированы с большим количеством фреймворков. Например, в МОК, когда автоматически выдаются данные, сгенерированные вот этим вот автофикчем. В общем, полезная штука. Давайте по порядку немножко будем уже как бы смотреть далее. Итак, на сайте производителя в автофикче написано, что сам вот этот фреймворк предназначен для повышения производительности разработки на основе тестирования и повышения безопасности модульных тестов. В общем, как я и сказал, написать тесты на самом деле легко, если не учитывать сложность графов, которые нужно будет создавать для того, чтобы протестировать. Так вот, объекты, которые можно получать в выборке псевдо или замоканных объектов, можно автоматически генерировать по помощи автофикча. Так, что еще дает этот автофикчер? На самом деле, есть такая штука, Arrange Act Assert. Вы наверняка про нее слышали. Таким названием 3A. Когда вы пишете унитест, и сначала вы сдаете, то есть какие-то настройки унитеста, потом вы, так сказать, контактируете с каким-то суд, то есть System Under Test объектом, и потом делаете Assert, то есть вы вычисляете какие, собственно говоря, изменения, то есть проверяете валидность выполненных операций. Так вот, для первой части, для Arrange, для настройки этого самого юнитеста, автофикчер – это, собственно говоря, идеальное место для применения. Среди других функций, автофикчер предлагает универсальную реализацию, так называемого Test Data Builder, то есть когда вы в одном месте настраиваете это все, если вам необходимо настроить, расширить, модифицировать какие-то автоматические параметры, и это все делается в одном месте, а потом во всех юнитестах, которые вы используете, это можно, собственно говоря, использовать. То есть централизованное управление происходит, и это, на самом деле, очень полезно. Ну, и теперь нужно поговорить немножко про термины, которые используются в юнитестировании. Есть такое понятие как Test Double, то есть дупликаты для тестирования. Есть специальные объекты, которые мы используем в тех или иных случаях, и в зависимости от того, как мы их используем, они имеют, ну, пять подтипов, да. Давайте по порядку поговорим. Итак, первое, это, так называемые, фиктивные типы, или данные объекты, которые передаются, но никогда не используются. Обычно они используются только для заполнения списков параметров. Следующий тип называется Fake, или поддельные объекты. На самом деле они имеют реальные реализации, да, то есть рабочие реализации, но используют какой-то ярлык, если так можно вырезать, который их делает непригодным для производства. Например, если вы используете базу данных в режиме In-Memory, то есть на продакшен, естественно, не использовать нельзя, для иней тестов она чудно и замечательно подходит. Следующий тип, это так называемые Stab, или заглушки. Они представляют собой ответы на вызовы, сделанные во время теста. Обычно они не реагируют ни на что, кроме того, что запрограммируем для теста. То есть, если один и тот же метод должен выдавать какой-то данный, какой-то результат, то он не меняется, просто заглушка ставится, так называемый Stab, и какие-либо юнитесты вы не использовали, как бы не манипулировали данными, всегда возвращается одно и то же. Дальше, так называемые шпионы. Ну, это тоже своего рода такие заглушки, которые не просто как бы заглушки, а они еще умеют записывать некоторую информацию, которую аккумулируют в процессе выполнения теста. Ну, грубо говоря, такие специальные логгеры. Есть еще такое понятие, как МОК. МОКС, вернее, макеты, это объекты, которые предварительно запрограммированы с ожиданиями, которые формируют спецификацию вызовов, которые они должны получать. Ну, на самом деле, это, на мой взгляд, более распространенный, то есть, наверное, самый мощный тип, который используют для тестирования. Ну, и осталось только ответить на вопрос, зачем это все нужно. Смотрите, вот как раз если говорить про автофикчер, то вообще вот эти вот заглушки, стабы, макеты и все такое создается для того, чтобы ускорить процесс тестирования, потому что каждый раз имплементировать реальные данные и наполнять их определенными объектами, которые могут взаимодействовать с собой. Для примера, да, или вы создали какой-то персон объект, например, и неущественные властные, конечно, безусловно, сделать два свойства, наполнить даже и заглушки не нужны, но когда у вас более сложный граф и вам нужно, чтобы компоненты как-то манипулировали данными других компонентов или внутри себя, то тогда приходится добавлять много данных и они должны быть, как бы, по идее, реальными, да, чтобы максимально подходить под юнит-тестирование. Так вот, макап, то есть, макеты, моки, так называемые, они позволяют создать эти объекты и явно указывая, что где должны вернуться, как бы отбрасывая на задний план то, что это с чем-то должно быть связано, или должно быть получено из другого места, а, как бы, обрезается вот эта зависимость и просто возвращается то, что нужно и, как бы, остальное уже не важно. И, на самом деле, вот это вот ручное кодирование анонимных переменных для юнитеста, это один из поводов использовать эти самые МОК и ИСТАП, то есть, макеты из Ордушки. Как я уже сказал, не важно, как это свойство должно рассчитываться при помощи каких-то поведенческих маневров, когда вы через несколько свойств прокидываете какие-то значения или использовать какие-то внутренние механизмы, функции, а вы делаете заглушку, которая просто возвращает там значение какое-то, и вот в этом, как бы, сохраняется быстрота, да, то есть, создание этих самых юнитестов. Ну, и, на самом деле, это нужно говорить о том, что, допустим, этот инструмент, который автофикша, когда вы все свои заглушки, все свои ставы храните в одном месте, да, конфигурацию для их выдачи, да, то есть, какой-то билдер, который конфигуруется в одном месте, ну, вот это, как бы, дает то самое централизованное, опять же, портируемое, если вы, допустим, скопируете и вставите это в другой проект или часть проекта, где это можно будет увеличить, то есть, масштабировать, да, там, добавить какие-то поведенческие механизмы, ну, вот это, как раз из той области, что это, как бы, все в одном месте, и это можно скопировать, перенести и даже увеличить функционал. Так, ну, и я тут слайд пропустил, нет, не пропустил, смотрите, ну, и если говорить, допустим, про AutoFiction, то здесь все очень просто, вставить ее в XUnit или в NUnit или в какой-то там фреймворк используйте эту сборку, которая называется AutoFiction, и у вас появляется полноценная штука, которая может создавать объекты, те, которые нужны, собственно говоря, вам. Ну, и я хочу с вами теперь попрощаться, хотя нет, я врул, давайте переключимся в Visual Studio и проделаем, я подготовил некоторое количество классов, объектов, интерфейсов, чтобы показывать, как это реально работает, и более глубже поговорим про AutoFiction, как ее использовать, для чего она нужна, и прямо на конкретных примерах познакомимся с ней. Ну, и первым делом, давайте я вас познакомлю с тем, что я сделал. У меня есть объект Person, у него есть зависимость один ко многим, это адреса и домашние животные. Вот так вот выглядят адреса, вот так вот выглядят домашние животные. Ну, в общем, это не главное. Допустим, что у меня есть какой-то функционал, который говорит о том, что есть ли там день рождения у какого-то животного. Смотрите, вот он, какое-то там животное, у него есть там дата рождения, ну, теоретически, да, надуманную ситуацию придумываем. Вот, и нужно там к этому пользователю отправить сообщение, что у вашего животного там какой-то день рождения. И для этого будет использоваться этот класс, который называется, ну, не класс, это рекорд, у которого есть email to, email from, subject и buddy. И это сообщение будет отправляться через email-сервис, вот здесь оно формируется и где-то вот в этом месте, по идее, должно отправляться. Я реализацию писать не буду, просто скажу, что task завершён, якобы сообщение отправлено и мы выведем сообщение в консольное приложение. Для того, чтобы отправить это сообщение, мне нужен template-сервис, который якобы загрузит какой-то шаблон из какой-то папки. Ну, грубо говоря, будем иметь в виду, что это будет вот этот шаблон, хотя теоретически его можно получить из диска, из базы, ну, для текущей реализации этого достаточно. Ну, и раз у меня есть два сервиса, то теоретически они должны быть где-то объединены, да, чтобы была загрузка и формирование, и отправка. И я назвал это, собственно говоря, провайдером, вот, ну, notification провайдером, да, давайте вот так вот красиво я нарисую, в который падает email-сервис, в который падает template-сервис, через конструктор, вот, и, собственно, когда у меня проходит вызов метода от Notify, то я загружаю якобы шаблон с какой-то папки, видимо, с под каким-то названием, делаю subject, модифицирую там какие-то данные, то есть, replace, ну, то есть, заменяя значение в строке, это не самый оригинальный способ, уверяю вас, есть другие варианты, но это такой самый простой и, на мой взгляд, самый понятный. И потом делаю отправку этого сообщения, шаблон, куда кому и, собственно говоря, баню. Вот, как это примерно работает, и, на самом деле, тут, как бы, ничего сложного нет, вопрос в том, как теперь вот этот вот автофикшер, вот, можно здесь использовать. Еще раз, автофикшер нужно для того, чтобы создавать объекты, которые являются, ну, в данном случае, адрес PersonPets. А вот для того, чтобы у меня какие-нибудь базы данные загружались, то есть, нет, объекты можно загружать из базы данных, с диска, еще там откуда-то, так вот, для того, чтобы их замокать, их нужно как-то создать, и для этого можно использовать тот самый автофикшер. Ну, давайте для начала что-нибудь простое. Ну, есть у меня, вот, я начал делать юнит-тесты, они у меня работают на фреймворке XUnit, на самом деле, не важно, какой фреймворк, вы возьмете просто XUnit, на мой взгляд, более такой приоритетный, более продуманный, хотя, надо сказать честно, что по количеству загрузок, например, в Nugget.org, они практически равнозначны, там, по 220 миллионов, если около того, короче. Вот, ну, XUnit, не важно, и есть у меня какой-то, вот, один тест, который я сделал следующим образом, вот здесь я создал сущность, которая, instance, вернее, сущности, которая называется Person, добавил туда BERT и GetAge, давайте покажу, как это работает, у меня дата текущая, то есть, вычисляется год, ну, то есть, сколько лет человеку, старый, как бы, ну, видно, да, даты вычитаются, вычисляется года. Вот, и мне нужно проверить, что, если у меня пользователь задал, сегодня родился, и сегодня спросить им возраст, должно быть ноль. В общем, еще раз немножко про то, как формируются тесты. Название, на самом деле, в каждой команды, в проектах, которые я участвовал, бывает по-разному, есть определенные договоренности, они где-то хорошие, где-то плохие, главное, чтобы всем членам команды это нравилось, и это было удобно, я предпочитаю использовать, вот, например, вот такой способ. То есть, что должно быть, что возвращать и при каких условиях. И здесь главное определить два таких понятия. То есть, опять же, существует много фреймворков, которые могут разным образом формировать этот вот ассерт, да, когда мы проверяем конкретные значения. Я предпочитаю использовать базовые, хотя есть, так называемые, шутби библиотеки, которые там через, как это называется, Fluent API позволяют там манипулировать более, наверное, читабельные сообщения, но у меня дело привычки, поэтому на самом деле это не важно. Ну и здесь важно понимать, что unit test это на самом деле юнит, это маленькая частичка, и в этой частичке должно быть все понятно, в том смысле, что я что-то ожидаю, то есть, я использую слово expected и я использую слово actual. но это один из паттернов, когда глянешь, короче, в тест, и сразу понятно, что я ожидаю, что я получил, и как это получилось, из-за чего, то есть, на основании чего-то. То есть, тут как бы однозначно можно определить, что происходит. Ну и вот, если, допустим, где-то у меня быстрая кнопка есть включить тест, и давайте я прогоню его, и, естественно, это будет работать, потому что сейчас у меня на самом деле тут как бы все просто, все легко и на самом деле все понятно. Но надо понимать, что работа с датами, да, при виде теста, допустим, ну, давайте я создам еще один вот такой вот тест. Смотрите, у меня, когда происходит расчет, у меня today, day, time, вот этот вот today, он может быть нул, да, то есть, теоретически, это будет, даже если не нул, это будет дата по умолчанию, и если я не буду сюда ничего задавать, вот таким вот образом сделаем, давайте пока сюда единичку поставим, и еще раз прогоним вот этот тест. Сейчас посмотрим, как он сработает. Теоретически будет ошибка, то есть тест не прошел, потому что expected 0, а у меня показывается, что дефолтная дата, соответственно, 0.1.0.1.0.0.1, и у меня вычитание приводит к сумме 2021, вернее, к разнице. И это, соответственно, тест не проходит. Тут надо сказать, что требуется такое специальное понятие, как time machine, да, или day time provider, которым можно указать так. Ну, то есть нужно абстрагироваться от времени, потому что если вы тесты будете запускать, допустим, секунду, здесь нужно остановиться и пояснить. Смотрите, я использую, на самом деле, достаточно плохой пример, и вот почему. Я внутри класса person использую, ой, да, внутри класса person использую метод h, который использует неявную зависимость от daytime, то есть от системной библиотеки. И каждый раз, я запускаю тест, но вот в данном варианте он прошел, здесь вот не прошел. Но суть сводится к тому, что время не останавливается, оно бежит, и если будут более сложные какие-то расчеты дат в вашем приложении, то нужно абстрагироваться, сделать какой-то iDat Time Provider, да, в котором нужно будет подменить дату, то есть зафиксировать ее. Не скрою, что есть специальные фреймворки, которые умеют там, так называемые, фризить, да, то есть замораживать какие-то данные, и это, ну, во-первых, нужно понимать, что вы делаете, во-вторых, это нужно узнать, как работает фреймворк, и в-третьих, проще сделать какому-нибудь daytime провайдер, в котором так же замокать вот этот вот daytime now, допустим, или там today, чтобы он выдавал всегда одну дату, и тогда все расчеты будут относительно одной даты, и ваши юни-тесты будут работать. Это, так сказать, лирическое отступление, ну, и надо сказать, что да, я немножко плохие придумал данные, ну, например, если я здесь поставлю 20-21, тест пройдет, само собой, как вы понимаете, но стоит связать к тому, что через год этот тест уже не пройдет, и в этом будет проблема. ну, опять же, я не хотел говорить про тесты, это так, вы меня спрашивали, я отвечаю, ну, теперь давайте вернемся все-таки к нашему, как говорится, барану, к нашему фикши-обжекту, ой, к автофикши. Итак, что с ним можно сделать? Ну, для начала давайте установим эту зависимость, она называется автофикши. Я поставлю где-то тут вот автофикши. Смотрите, на самом деле, опять же, если говорить про возможности, то вот сама библиотека автофикши, и тут к ней всякие разные штуки, которые там можно использовать на разных фреймворках, на N-unit, на X-unit. Здесь есть еще полезные штуки, такие как Automob, вот как я здесь подчеркнул. И вот это вот все как бы вместе, если склеить в определенном правильном альянсе, то это дает значительный прирост в скорости по написанию юнит-теста. Я поставлю автофикши, чтобы показать, как работает она. Вот, еще раз повторюсь, что я сделал Марк Симон, хороший интересный дядька, пишет интересные, но иногда непонятные статьи, но это уже как бы не важно, да, что тут у меня есть. Апдейт. Ну, вообще, друзья, я настоятельно рекомендую обновлять вот эти самые нугет-пакеты, хотя на проде иногда этого делать не нужно. Ну, в данном случае это нугет-пакеты, связанные непосредственно с тестированием, поэтому я их сейчас обновлю. Ну, и если говорить про то, для чего этот самый фикши, то еще раз, вот я создал в конкретном, давайте я закрою, это все, нам уже не нужно, в конкретном тесте я создал вот этот вот персон и задал какие-то значения у него. Не важно, что тест этот неправильный или, допустим, ничего не делает. давайте вот так вот, it should use, ну, что у нас там, auto, ну, пусть будет фикши. Ну, вот так, да. То есть, опять же, не привязываемся к тесту, я не пишу unit test, я хочу показать, как работает этот самый фикши. Ну, смотрите, первым делом, что я могу сделать. Я могу здесь создать вот этот вот фикши, да, вот фикши, да, вот фикши, да, вот фикши, да, или траве new фикши. То есть, это вот как раз та штука, которая позволит мне генерировать данные. И в данном варианте, есть ли мне нужна сюда, ну, смотрите, начнем с того, что я могу сюда поставить какую-то дату, да, например, date. И вот этот date я могу получить следующим образом. var date равно фикши, сейчас покажу, create date time. То есть, я могу генерировать как примитивные типы, так и целые объекты. Давайте я сейчас поставлю здесь break point и покажу, что выдаст эта штука. Вот, смотрите, data сгенерировалась на самом деле, как бы, ну, то есть, если честно, рандомная. Ну, суть сводится к тому, что как раз эта фикши может генерировать и примитивные типы, и объекты, и когда-то рандомные, это значит, поведение по умолчанию, так и, собственно говоря, предопределенные значения. Все очень просто и делается, давайте снова еще пример, например, string, ой, var, ну давайте, name, да? Нет, пусть будет name. Мы можем сказать fixture, create, опять же примитивный тип, ну пусть будет string. Давайте еще раз сделаем как какой-нибудь, там, name, 1, 2, давайте сделаем какой-нибудь number, не знаю, какой-нибудь. Для начала нужно просто понять, какая-то штука работает, пусть будет, допустим, double. То есть, fixture, она может много, опять же запущу, и давайте посмотрим, что она генерирует, а потом покажу, как этим управлять. А так, date, смотрите, уже появился другой, 13 октября, кстати, на день рождения. Вот, name, смотрите, это просто какой-то GUID, здесь какой-то другой, здесь какой-то double, причем он равен, ну, совсем не double, ну, в общем, он умеет генерировать типы, они будут каждый раз разные, чтоб не выдумывать, не писать, более того, если вот это вот фигнёй не заниматься, я могу сделать следующим образом, я могу сказать, что у меня есть целый объект Person, то есть, Fiction, Create, и могу сказать Person. И, соответственно, ну, давайте я в следующую строчку опущу Breakpoint, еще раз запущу и посмотрим, что он генерирует для Person. То есть, у меня появился объект, который заполнен какими-то данными, и обратите внимание, что у меня заполнены адреса, да, они какие-то тоже странные, у меня заполнены Pets, ну, то есть, домашние животные, тоже их, собственно, полные данные, они, конечно, безусловно, там, рандомные, но они, тем не менее, существуют, и ими можно пользоваться. Более того, дальше я покажу, как ими можно, собственно говоря, управлять. Так, установим проект. И перед тем, как продолжить, давайте-ка, я, наверное, еще раз покажу, смотрите, когда сгенерировался Person, то у всех стринговых переменных, ну, вот, в частности, и Person, и Name, сначала стоит FirstName, это название, собственно говоря, свойства, ну, LastName, определите, MiddleName, так и для животных, у них есть City, о, в смысле, для адресов, например, City, House, то есть, такой, как бы, префикс появляется. И, теоретически, вы можете это сделать самостоятельно, например, сгенерировать, ну, вот такую вот переменную, пусть называется Name, можно не указывать, какого она типа, но зато внутри указать, например, ну, колобонга, например. И когда вы установите дополнительный Nougat пакет, если он вам, конечно, нужен, который называется Seed Extension, так, AutoFixion Seed Extension, где-то вот оно, то и появятся дополнительные возможности, в том числе, вот, как по генерации даже таких вот специальных объектов. Давайте запустим, еще раз покажу, то есть, генерируется строка, соответственно, которая будет иметь префикс, ну, и, в общем-то, где-то, короче, в глубине, когда генерируется объект, когда используется пакет, его можно использовать Ямл. Остановимся на этом. Дальше, смотрите, я сейчас, когда говорю, создать мне персона, я могу сказать, например, Create Money. Таким образом, у меня будет создано 3 по умолчанию, но я могу сказать 10. Запустим еще раз. Да, у меня сейчас теперь не собирается проект. Давайте сделаем Perse, ну, тогда давайте здесь скажем, что это у нас уже People, а здесь скажем People, ну, чтоб тесты наши догонялись, ну, вот так вот сделаем, вот, и запустим. Нам, собственно говоря, не важно, как выполняется тест, еще раз тесты, и вся вот эта треха мудия, нет, вот этот вот набор классов, они только для того, чтобы понимать, что я делаю и что я пытаюсь получить. Ну, и, как вы видите, у меня теперь здесь их вот 10, от 0 до 9, там 100, 200, 300, понятно, что их генерировать, на самом деле, очень легко и просто. Это, как бы, смотрите, какая штука. Я сейчас, по большому счету, мало что контролирую, то есть, у меня все генерится каждый раз по-разному, и здесь уже вступает некоторые другие правила, мы про них поговорим чуть позже. А пока давайте пойдем по порядку. Закомментируем этот тест, и, в общем-то, так, наверное, все, давайте закомментируем. В принципе, понятно, как это работает. Нам интересно, как работает AutoFiction. То, то, ради чего это, собственно говоря, видео и длилось. Смотрите, у меня есть класс, в смысле, у меня есть интерфейс, который называется iEmail-сервис. Я могу сказать фикши, ну, в смысле, AutoFiction, чтобы она не сгенерировала. Итак, давайте, у меня есть где вот, iEmail-сервис, и у него есть имплементация такая. Я хочу из нее сделать новую какую-то имплементацию, назвать фейк, и пусть это будет, естественно, паблик сейчас на один момент. Вот. И я хочу, чтобы здесь у меня возвращался, а чтобы ничего не возвращалось, я хочу называть битурн, task, компринт. Все. Мне больше ничего не нужно от этого сервиса. И я могу сказать, чтобы для тестов именно вот эта реализация, ой, эта реализация использовалась. Например, create iEmail-сервис, ну, вернее, я должен зарегистрировать эту регистрацию. Эту фейковую штуку, я сказать должен, регистра, регистра, интерфейс iEmail-сервис, и на выходе, ну, давайте так скажем, bar, iEmail-сервис. И на выходе отдать, ой, получилось, и на выходе отдать. Вот здесь сказать, чтобы у меня для этого использовался как раз new fake e-mail-сервис. Так, нет, не так, здесь не x, здесь вот так вот должно быть. То есть, вот при таком подходе у меня e-mail-фикшн, во-первых, я регистрирую, что у меня на запрос вот этого bar e-mail-сервис, который хочу получить из фикши, то есть, грубо говоря, какой-то такой контейнер, да, я хочу из фикши получить, ну, create, например, да, тут iEmail-сервис. Давайте, ну, вообще, нужно было здесь, а у меня breakpoint, давайте вот так вот запустим. То есть, когда я зарегистрирую для e-mail-сервис конкретную реализацию, у меня на выходе будет, как вы видите, fake e-mail-сервис, который я зарегистрировал. То есть, такой мини-контейнер, да, прям конкретно в вашем методе. Это вот, если говорить про то, что можно это оптофикшу зарегистрировать как отдельный, ну, не статичный, наверное, singleton, да, класс, и который прокидывает каждый тест, то вот это вот позволяет, как бы, такой мини-контейнер, dependency-контейнер использовать для каждого теста. Дальше. Если говорить про дальнейшую реализацию, то, смотрите, тут, как бы, тоже, на самом деле, я говорил про стринг, который просто выдавал какие-то значения, я могу таким же образом зарегистрировать стринг, ну, например, колобонга, допустим, точка нет. И если я буду, ну, это же мне не нужно, давайте уберем. О, красиво. И, например, если у меня где-то, например, вот так будет использован e-mail-сервис, ой, в смысле, какой-то стринг, то, соответственно, я получу уже не просто там гуид в виде стринга, а непосредственно, как видите, колобонга точка нет. Это тоже очень удобно. Так, дальше, давайте, следующее. Допустим, ну, давайте это тоже закомментирую, закомментирую. Вот таким вот образом пойдем. Вот, допустим, у меня есть какой-то лист. var, list, ну, допустим, person. Или нет, давайте сделаем. вот так вот. list of pets равен new list of pets А где мне теперь взять эти значения? Давайте использовать var. Я могу сказать fiction, чтобы она наполнила мне этот самый лист. add many to pets То есть она сама поймет, что это такое. Ну, в общем, давайте запущу. Прикольная штука, мне она очень нравится и гибкая по настройке. Смотрите, у меня тут их тех самых pets теперь три. И теперь у меня name и person id и все такое. Ну, то есть вот таким вот способом это как бы работает. Дальше. Дальше. Если говорить про концепцию. Вот, давайте вот так вот сделаем. Сейчас мы дадем для people. Вот people. Давайте отдельно. Давайте уберем person. Хочу получить person. Но не просто person. Мне, допустим, в этом тесте мне нужно создать конкретного person. Я могу сказать, что у меня fixture начала билдить person. А здесь мне уже person не нужен. И теперь я могу сказать, что пусть у меня будет person, у которого свойство, допустим, id будет равен 333, у которого, допустим, какой-нибудь date of dot будет равен 333, ну пусть будет 800, ну ладно, пусть будет такой дурацкий 10, 11, вот такой какой-нибудь год. И я еще хочу, чтобы у меня было свойство, смотрите, какой-нибудь, ну например, ну давайте last name, пусть будет наш любимый суходрищев. Вот, и соответственно, вы понимаете, что эта штука сработает, и у меня будет person, ну вернее people, да, people из одного person, в котором будет фамилия суходрищев, id 33, ну и остальные будут автоматическими. Более того, я могу сказать, чтобы у меня были все автоматические свойства, или я могу сказать, чтобы не создавать автоматических свойств. Давайте переименуем его все-таки person и еще раз запустим. То есть то, что я указал явно, у меня явно будет задано. Вот, то, что я не указал, будет соответственно новым. Мне кажется, это очень удобно. Ну и дальше больше, друзья, на самом деле, есть еще более интересные штуки, и про них чуть дальше. Давайте еще пару слов. Смотрите, у меня есть with, у меня есть также without, то есть без я могу не создавать свойства, например, ну допустим, addresses. Если вот это вот убрать и снова запустить, то у меня уже не будет создаваться коллекция адресов. Где она? Вот адресов суменера волнула, то есть можно все свойства не задавать или задавать конкретные, или не задавать конкретные, то есть гибкость на самом деле очень большая. А для следующего теста давайте сделаем следующее изменение. Допустим, у меня есть здесь список домашних животных, и я хочу еще добавить паблик. Вот так вот напишу, паблик, паблик, ну как он там называется, паблик, любимчик, например. паблик, вот так, чтобы понятно было, что это паблик. Вот, то есть это такой тоже вариант, который может быть. Например, у вас есть какой-то список доступных стран, и у вас есть current country, и их нужно как бы заполнить. Давайте разыграем такую ситуацию. И мы будем говорить вашу person, да? Смотрите, у меня дальше нужно сделать следующее. Я могу создать var pets, ну допустим, pets. Я могу сказать fixture, да, вот так вот. fixture, create, ну, мне нужен один pet. Вот, и таким же образом я могу сказать, что у меня, ну давайте сначала адреса уберем. Ну, мне нужно создать коллекцию, ну, сначала смотрите, я могу сказать doom. И здесь сделать такую штуку, которая мне позволит, ой, да, ну, некоторые действия произвести, в данном случае как раз с так называемым pets. Нет, 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 pets, вот. Мне нужно pets наполнить данными. То есть я могу сказать, что она равна new list of pet. А почему list new? Потому что это innumerable коллекция, и здесь я могу только новое задать. Если бы был лист, я бы сказал add range или add. И здесь я должен сказать, что я хочу добавить туда pet, ну, в смысле одного вот этого. И здесь же могу сказать, что использовать этого pet для моего фаворита, который называется pet, pet, запятая pet. Ну, и здесь, ой, нужно вот так вот сделать, assert, collection, кто там у нас, да, person pets, запятая, ну, нам нужно, что хотя бы 1 id равен, кто там, pet, pet id. Ну, смотри, сейчас эта штука немножко не сработает. Потому что я не сказал, что у меня коллекция не генерировалась, и я могу это сказать явно о mid. И вот теперь запускаю тест, ну, и, как видите, он проходит. То есть, получается, что у меня в коллекции пэтов есть pet, который еще и favorite. И туда же я могу добавить еще, ну, смотрите, я могу сказать pets, которые просто, и могу сказать many. В общем, здесь я могу даже сделать бы таким вот образом, сказать, что у меня здесь может быть, ну, давайте я пишу уже, господи, varListRain, newListOfPets, вот, и здесь у меня есть один pet, и потом этот лист еще добавить addRange, который pets, и все это будет равно вот этому листу. Ну, в общем, вы видите, что гибкость сложная, что я даже в некоторых моментах даже не знаю, как лучше это сделать. Ну, теоретически у меня сейчас будет много pets, и в этом, в одном из pets, ой, что-то не сработало. Давайте проверим, почему, потому что... А, ну, expected 1, у меня планировалось, да, здесь не совсем корректно теперь, у меня там теперь не 1.4, ну, что уже хорошо. Ну, и тем не менее, давайте запустим, проверим. То есть, это можно варьировать там от теста к тесту, и это очень гибко. Опять же, смотрим, person, у меня есть favorite pet, у которого, где, вот, id199, у меня есть список, и один из них, id199. В общем, гибкая штука прям классная. Также, наверное, нужно сказать, что если подобного рода вот эта вот кастомизация вам нужна всегда, то можно сказать это вот так, например, fixture, customize, нет, вот так вот, customize, объект, который называется pets, но если, допустим, мне всегда нужно, чтобы создавался pets, ну, то есть, как они, любимчики эти вместе с коллекцией в одном месте, то есть, я могу сказать как-нибудь вот так вот, object, и тут проделать те же самые операции, ну, немножечко не так, здесь будет так вот, тоже do, ну, и, в общем, вот этот do можно воткнуть вот сюда, и, соответственно, у вас, ну, понятное дело, что мне для этого нужны вот эти штуки. То есть, теперь, когда бы я не получал любого персона в любом месте, ну, опять же, если это будет какой-то такой singleton объект, ну, или его подобие, то есть, какая-то фабрика, которая будет выдавать эту fixture, то теоретически так, это не будет работать, вот это нужно сделать тоже вот сюда, опс, где у нас персон, вот так вот, и здесь желательно, ну, какую-нибудь другую я буду назвать, ну, в общем, вот как-то вот таким вот образом делается, то есть, теперь, когда я буду получать, у меня всегда будет подставляться, ну, вот такой, как вариант использования. Так, ну, давайте теперь поговорим немножко про другое. Смотрите, есть такое понятие, как inline data. Это полезная штучка, которая, на самом деле, позволяет инжектить в юнит-тесты нужные значения. Давайте теперь избавимся от персона, нам он, в принципе, не нужен. Да, это, в принципе, не нужно. Давайте напишем какой-нибудь, ну, простой, но реальный тест. Например, какой-нибудь, ну, давайте вот так вот пишем. var result равен value, допустим, 1 плюс value 2. И мы должны сказать, что здесь вот assert, result, ну, в смысле, equal пусть будет, equal expected, вот так вот сделаем, expected, запятая, result, ну, или, наверное, actual. Вот таким вот образом. То есть, actual, вот таким вот образом, actual. И нам эти параметры нужно, чтобы они пришли отсюда. Пусть это будет int value 1. Мы хотим инжектить сюда значение, которое будем проверять. И, соответственно, int, как там будет, value 2. Ну, на самом деле, чтобы этот тест работал, его нужно сделать, чтобы он стал теорией. Вот. И, соответственно, мы теперь всегда можем какие-то данные подставлять. И это сделать очень просто. Ну, давайте здесь пока напишем int expected. И, соответственно, чтобы сюда подставить какие-то данные, мне нужно сказать, что у меня будет inline data. И я значение, которое буду подставлять раз, два, три позиции, я буду вставить 1,1, будет 2. Я могу запустить этот тест. И, как вы видите, тест у меня прошел. У меня подставили значение, результатом будет, ну, ладно, здесь не видно. Тут, короче, давайте breakpoint нажмем и посмотрим, что inline data у меня подставилась. И, соответственно, у меня 1, плюс 1, будет 2. Это, как бы, ну, прикольно, работает. Проблема этого inline data в том, что вы должны здесь указывать реальные значения. Если я поставлю, вернее, когда я поставлю autoficture, нет, вот, xunit, ну, потому что у меня xunit. Для nunit нужно поставить, соответственно, nunit. И, когда я сюда поставлю xunit, у меня появится другой параметр, который называется inline autodata. И, соответственно, я могу сюда injectить не только примитивные значения, какие-то нули. Например, я могу сказать, что мне все равно нужен person. Ну, давайте вот так вот сделаем. Пусть это будет person1. И теоретически мне ничего не помешает сделать здесь person2. Ну, и не знаю, что тут с ними можно сделать. Давайте я какая-то закомментирую. Я нажму здесь breakpoint. Вот так вот. И запущу, соответственно, так как я не указал конкретные значения конкретных айтемов, то они сюда будут поставлены, как вы видите, с randomizing. То есть это со случайными значениями случайных объектов. Помните, что мы говорили о том, что можно предопределить вот эти самые значения. И я дальше покажу еще интересную фишку, которая позволяет еще более круче настраивать конкретную instance person. И вот в данном варианте, например, вот у меня есть один person, второй person. Не знаю, что здесь можно проверить. Но суть в том, что если вы какие-то объекты хотите injectить сюда, person, viewmodels, там, я не знаю, в конце концов, в сервисе, если прям есть желание, как я показал при регистрации его в какой-то fixture объект, как наподобие реализации в контейнере, то есть регистрация в контейнере, то это вот как бы и карты в руки. Ну и еще надо сказать, допустим, мне вот для этих вот объектов еще потребуется какой-нибудь string, какой-нибудь value1, например, или, допустим, number, какой-нибудь еще, ну, давайте, ой, number, говорю, int, запятая number, вот, то я могу здесь как дополнительным параметром передать значение. Например, могу сказать, что здесь будет value1, да, а вместо number пусть будет случайный номер. Ну, то есть если я укажу этот параметр я, ну, давайте покажу controlRT, это запустить тесты на дебаг, вот, смотрите, я указал value, здесь ко мне прилетела value, number не указал, прошло 163. Я нажимаю shift F5 и еще раз запускаю, соответственно, number value снова пришел value1, то, что здесь я заказал, number пришел уже 103. Ну и, соответственно, если я здесь укажу 6666 и еще раз запущу, то мне теперь всегда сюда будет приходить один и тот же номер, который будет 6666, короче, 6, много шестерок. Ну, вот такая вот полезная на самом деле штука. Ну, и это еще на самом деле не конец. Ну, давайте создадим еще полезную штуку. У меня здесь есть быстрая кнопка, которая может создать, ну, пусть, не знаю, как метод назвать, не важно, название метода сейчас не важно. Давайте создадим fixture, и я ее здесь опять же создам простым способом через конструктор. фиксчер. Смотрите, я теперь могу сделать следующее. Фиксчер. Ну, давайте вот так сделаем. Я хочу, чтобы мне фиксчер выдало email service. Ой. Ну, я уже устал. Я уже устал. email сервис равен fixture create я могу сказать email сервис. Вот, собственно говоря, что я хотел. То есть я хочу получить интерфейс. Интерфейс хочу получить. Давайте вот так сделаем, чтобы она еще нам сказала. Вот. То есть я хочу получить интерфейс, то есть объект по интерфейсу. Сейчас у меня будет ошибка. Ну, как бы тут очевидно. Фиксчер не знает, что ее подсунуть. Я не сделал никаких регистраций. Ну, и вот она, в общем-то, упала. Сказала, я не могу. Сорян. Но, если я поставлю интересный нюгет пакет, который, на самом деле, называется автомог. То у меня теперь фиксчер будет работать еще как мог объект. Это, на самом деле, вообще очень круто. Смотрите, я сейчас запущу. Поставлю здесь брейкпоинт. Скажу Ctrl-R, Ctrl-T. И моя автофикчер... А, ну, понятно, что прежде чем ее запускать, надо еще эту фиксчер, как говорится, немножко законфигурировать. И это делается очень просто. Ой. Ну да. Customize. И мне здесь надо сказать, new AutoFicture Automob Customization. Ну, смотрите, сейчас запускаю. У меня уже автофикчер работает как автоматический мокер. У меня теперь ошибка не задается. У меня пришел суд. Обратите внимание, у меня теперь здесь мок-объект. Я думаю, что вы знаете, что это такое. Потому что мы про это говорили. Более того, вы знаете, что такое сборка мок. И что такое мок-отель, как макетировать объекты. Так вот, у меня теперь автофикчер умеет мокать объекты. И это не просто объекты. Дальше больше. Я могу не просто, допустим, в данном случае получить какой-то email-сервис и, соответственно, уже с ним обращаться судовыми штуками. Я могу сказать, что у меня разрешено конфигурировать мембер. И это мне позволит сделать следующее. Я могу сказать фикчер. Ну, что такое? Я сегодня не получаю специальную фикчер. Инжект. И могу сказать, что если я где-нибудь запрошу о email-сервис, то дай мне, пожалуйста, new fake email-сервис. Помните, мы как-то делали регистрацию. То было таким хитрым образом сделано. Теперь я получу мок-объект. Давайте запустим его. И когда у меня тест отработал, смотрите, у меня суд. И это уже fake email-сервис. Это же просто круто, на самом деле. Я надеюсь, что вы понимаете, что я делаю. Потому что это реально дает очень большую гибкость по управлению объектом. Более того, если у меня вот эта штука, то есть вот это вот все будет в каком-то отдельном классе, пусть это будет Singleton или какая-то фабрика автофикчи, которые могут быть сконфигурированы разным способом, я смогу вот это вот получать в нужное место мне с нужными настройками для одного сервиса, допустим, email-сервиса, для одного теста прокинуть email-сервис, для другого — fake email-сервис, для третьего — fake-fake-fake email-сервис. В общем, до самого низа, так как в том анекдоте про слонов можно гибко управлять этим, собственно говоря, процессом. Но, друзья, и это еще не все. Ну, чтобы показать дальше, давайте, наверное, я покажу, как обычно делаю. Я создаю папку инфраструктура для винитестов, инфраструктура для винитестов. И в этой папке я создаю так называемый auto-ficture-builder. Давайте с большой буквы сделаем букву F. И это у меня статичный класс. У билдера я написал неправильно. Давайте вы исправим. И это такая штука, которая статичная, которая в одном месте создает этот самый auto-ficture для всех последующих тестов. Ну, как это можно сделать? Это можно сделать паблик. Здесь сказать, что у меня будет public.ificture какой-нибудь build. Ну, обычно так. Давайте его сделаем тоже статичным. И, соответственно, этот метод мне как раз должен вернуть ту самую ficture. Вот, я вас обманываю. Я обычно делаю свойства. и здесь я говорю, что var, auto-ficture, ну, пусть будет сразу ficture, равно view, да, ficture. Ну, и здесь я обычно делаю все вот эти вот настройки, где там customization. Ну, давайте я отсюда вот так вот заберу. И, например, это вставлю вот сюда. И далее можно сделать return, ну, ту самую ficture. Вот, и, соответственно, вот это вот можно удалить. И тогда вот здесь я могу сказать, что var-ficture равно auto-ficture-linder-build. В общем-то тут у меня будет ficture или get instance или еще что-то. Ну, давайте сделаем там instance или там default, как вы назовете, не важно. И, соответственно, я сейчас запишу этот тест, и у меня все то же самое будет, потому что я все перенес в основную. Соответственно, здесь будет fake email service. Ну, и зачем я это делаю? Ну, на самом деле, смотрите, в auto-ficture есть много разных возможных конфигураций, inject и одна из них, на самом деле, тоже очень полезная. Называется ficture customization. Это вот как раз то, что помогает создавать объекты. Add, например, так, я могу сказать new. Ну, допустим, pet customization. Вау. Не-не-не-не. Что это называется? Не, customization. Понятное дело, что мне этого класса нету. Я его сейчас буду создавать. Я скопирую название. Я делаю вот здесь вот такую штуку. Пишу. И, соответственно, здесь создаю этот файл. Pet customization. Это будет у меня наследник от интерфейса isp-simen-builder. И, соответственно, вот теперь, ну, давайте его сделаем публичную на всякий случай. Не помню, как там должно быть. И теперь смотрите, у меня есть кастомизация для peta. Ну, в общем, для домашнего питомца, для класса домашнего питомца. Что здесь можно сделать? Итак, я могу получить var, да что такое? var property.info. В общем, здесь я пытаюсь привести к property.info. Смотрите, на самом деле это более глубокая штука. Ну, я чуть попозже покажу. И давайте проверим, есть ли у меня вот этот самый property.info.ru. Ну, ну, или давайте по-модному напишем isnow. Ну, тогда мы ретурн делаем. Ну, с письма. То есть, new, конечно же. Вот. То есть, мы говорим, что у нас нечем обрабатывать. Господи, что я не могу сегодня с кодом справиться. И, в данном случае, это не является обработкой. Более того, я здесь делаю то же самое. То есть, это сейчас, когда мы будем создавать пета, то, на самом деле, она больше привязка вообще к построителю объектов. То есть, к билдеру объекта. И я просто их пишу по таким макарам, чтобы можно было понять, где какие штуки я буду обрабатывать. Дальше, как нам нужно обработать? Смотрите, у нас есть вот этот самый pet. У него есть id, person, id, name и date of birth. Вот давайте с name поработаем. Это string и name. Возвращаемся назад и говорим. Мы скажем, что есть ли наша property.info. Так, на секунду остановимся. Смотрите, сюда прилет. Давайте я вам прямо покажу. Это нужно, это важно. Я вот здесь вот бряку поставил. Давайте найдем наш тест. Ну, вот здесь вот уже будет использоваться то, что нужно. Я запускаю. А нет, не будет пока еще использоваться. Давайте здесь получим person, например. Да, давайте здесь получим person. И мы здесь получим, допустим, pet. Нет. И здесь скажем, что это один. А это будет два. И запустим тест. Смотрите, я попал в этот самый Spacium Builder. И сейчас у меня объект, обратите внимание. Seeded request. Это name его person. То есть я сейчас получаю в объект сюда конкретно сам person. Я нажимаю F5. Смотрите, теперь у меня пришел person. Сейчас еще раз. Смотрите, теперь у меня пришел какой-то int. Наверняка это идентификатор от person. То есть эта штука работает таким образом, что она прогоняет сначала объект, а потом по его свойствам. И поэтому я здесь привожу это к пропусти type. То есть теоретически я знаю, что у меня здесь int32 и где-то F10. Я нажимаю F10. У меня это так. Я уже где-то промотался. PropertyInfo нет. Это еще не PropertyInfo. И давайте еще раз запустим. Смотрите, здесь уже пошел first name. Вот это уже точно PropertyInfo. И вот здесь вот я проскочил, потому что PropertyInfo, где теперь first name. И соответственно, о чем я хочу сказать. Я хочу сказать, что если мой PropertyInfo name equal. Ну, например, name. То есть у меня есть свойство с названием name. Причем в нескольких объектах. И я также хочу быть уверенным, что это PropertyInfo type of string, соответственно. То тогда return, ну давайте назовем my property. Не важно, да. Так. My property. И теперь смотрите. У меня есть два объекта. Я отсюда выбреку углю. А вот здесь вот скажу Ctrl-R, Ctrl-T. Я запрашиваю два разных объекта, у которых есть name одинаковое свойство. Открываем. А, здесь нет. Я вас обманул. Честно. Тогда можно здесь поставить адрес, да. R12, адрес. Вот есть name. И у PETA, сейчас перепроверю, тоже есть name. Запускаем тест. Смотрим. Еще немножечко терпения. Проверяем. Вот у нас name равен my property. У PETA есть тоже name, у меня тоже my property. Ну и соответственно, понимаете как это работает. То есть масштабирование получается, ну да, наверное, масштабирование. И вертикально, и горизонтально, в общем вдоль и поперек, как хотите, все это можно управлять вот этой. Ну я называю обычно PETA, потому что у меня name, ну вернее свойства совпадают. Ну вы понимаете, что если сюда пришел объект целый класс, то и управлять его можно соответственно. Ну и в частности можно сделать таким образом, что если у меня, ну вот смотрите, у меня есть допустим адрес, здесь есть personID и PET есть тоже personID. Ну и я могу соответственно сказать, что если у меня свойства какой-нибудь там personID и его type, например, int, тогда всегда возвращать ну какой-нибудь 187. Вот. То есть я таким образом могу запрограммировать выдачу вот этих типов объектов с привязкой к определенному объекту, ну например, personID. И так же могу сказать, что у меня, если будет personID, ну то есть я могу сказать, что у меня person всегда генерируется с идентификатором 187. И соответственно, ну в общем вы понимаете, да, о чем я хочу сказать. Вот эта гибкость, она на самом деле обалденная, мощная, в том смысле, что позволяет управлять тестами очень быстро, да, то есть вы можете создать предопределенный набор параметров, запрограммировать их достаточно простым способом. И вот я получил адрес у него. Смотрите, personID 187 я получил pet у него 187. То есть мне не нужно дополнительно при каждом формировании пета через вот такую вот конструкцию, там как я показывал, там build, что там, pet, и здесь нужно рассказать create, в общем, build, property, ну вот эти вот штуки, которые я показывал, то есть я могу для всегда установить, что у меня свойство personID было, допустим, для какого-то теста по умолчанию, а здесь могу сказать, что оно будет там 45, ну или 545. И здесь у меня же будет другой пет. Это вот это барьирование при каждом виде, то есть это на самом деле очень гибкая система. Так, что бы еще хотел сказать. На самом деле вот этот самый AutoFicture, он ставится в несколько фреймворков. Это, собственно говоря, можно посмотреть на сайте. Например, GitHub. Здесь можно поискать AutoFicture. Вот она она. И здесь на самом деле вот все, что я вам рассказал, тоже изложено. Есть для XUnit, есть для NUnit. Так или иначе эти фреймворки похожи. Собственно, нужно понимать, что есть стандарт, и то, что вот, например, DXUnit стандарт не поддерживает. Ну и тут, короче, все написано. Есть еще всякие FakedEasy, AutoFog есть. В общем, вот этот самый SIT Extension, который я показал. Есть Rhinomog, я когда-то его использовал. Ну, в общем, смотрите, здесь также написано еще, что, собственно говоря, есть в Nougat пакетах. Есть Extension, Rhinomog. Здесь, в общем, тоже есть, что поковырять. Дальше есть, помимо этого, как я уже сказал, всякие, где-то тут есть Wiki. И где-то тут, вот, например, в общем, то, что я показывал, можно найти и здесь. Если говорить про Specimen, так называемые. Вот, есть, вот, собственно, и про Specimen. Здесь более подробная информация о том, как это хендлить, как, собственно, реквестить, как с контекстом работать. Очень мощная штука, я точно уверен, на все сто процентов, что она удовлетворит ваши запросы по формированию молков, по инжекте, по управлению ими. Ну, в общем, вот такое вот какое-то видео получилось, на самом деле, большим. Вот, и я, наверное, с вами на этом попрощаюсь. Вам всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok